Уважаемые участники муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии 2022-2023 учебного года в Ивановской области. Начинаем разбор олимпиадных заданий для 9 класса. Разбор ведет председатель региональной предметной методической комиссии, кандидат географических наук, доцент Марков Дмитрий Сергеевич. В соответствии с методическими указаниями, комплект олимпиадных заданий включал в себя два тура, теоретический и тестовый. Максимальное за выполнение заданий обоих туров можно было получить до 100 баллов. В первом теоретическом туре максимально вы получали до 70 баллов. Задачи с первой по четвертую оценивались до 10 баллов. Пятая задача оценивалась максимально в 30 баллов. Начнем разбор олимпиадных заданий с первой задачи. В ней вам нужно было определить тип климата, который сжифрован на климатограммах буквами А, Б, В, Г, Д и Е. Шесть климатограмм у нас проведено. Соответственно, у вас были указаны типы климата в произвольном порядке, которые сжифрованы этими климатограммами. Вам нужно было из этого перечня выбрать те типы климата, которые показаны на рисунке. Соответственно, шесть букв у нас было проведено, и каждый климат нужно было идентифицировать. Далее было задание, посвященное тому, с чем связаны сильные колебания и количество осадков по месяцам. В пунктах Б, Г, Д и Е мы не должны путать осадки и температуру на климатограмме, во-первых. Во-вторых, грамотно ее интерпретировать. И в третьем задании нужно было решить практическую задачу, связанную с тем, почему климат какой-либо территории подходит для развития международного туризма. Область имелась в виду климатическая область, это указано в условии задачи, разумеется. Посмотрим, как выглядели правильные ответы на данный вопрос. Под буквой А – умедленный континентальный климат, умеренный широт. Под буквой В – средиземноморский, субтропический климат. Под буквой В – арктический климат. Под буквой Г – тропический. Под буквой Д – субокатериальный. Под буквой Е – мусонный. Умеренный климат. Формулировки из базового учебника географии. Возможно, были другие формулировки, которые не содержат географических ошибок. Главное, чтобы общую специфику типа климата, который принципиально отличается, мы видели, демонстрировали в этом задании. Задания по климатограмму встречаются у нас в ПР, встречаются в АГ и ЕГЭ, поэтому, конечно, мы с ними должны уметь работать. Сезонные особенности упадения осадков приводят к тому, что колебания температуры высокие в пункте В, а также в суббокваториальном и суббокваториальном типе климата. А для областей Г и Е характерны вторжения воздушных масс, которые пронесут осадки, соответственно, по сезонности, по месяцам. У нас отдельным месяцам это было достаточно хорошо видно. Соответственно, за каждый элемент ответа можно было получить по одному баллу, но не больше двух. В предыдущем, в первом варианте, не проговорили, у нас максимально 6 баллов, то есть по одному баллу за каждую область климата можно было получить. В третьем задании речь шла о том, что, конечно, скрывается среднезаморский тип климата, который связан с развитием туризма. Соответственно, для Италии, Греции, Испании, Турции, Египта в какой-то части. Он характерен, ну и, соответственно, это главные туристические, одни из главных туристических районов мира. Дело в том, что здесь очень большая продолжительность солнечного сияния, очень мало дней с осадками и при этом достаточно оптимальное считание температуры и влажности воздуха. Соответственно, в течение всего года практически можно организовывать туристическую деятельность. Именно поэтому здесь изначально стали селиться люди, находятся первые цивилизации древнего мира и античности. Ну и, соответственно, понятно, что эта территория очень пригодна для жизни людей и вообще для хозяйственной деятельности. Соответственно, за каждый элемент у нас, связанный с определением типа климата и обоснованием, можно было получить 2 балла. В сумме 10 баллов за первое задание. По второму заданию, во второй задаче, мы должны были решить задание историко-географического блока, связанное с анализом одного из событий, связанных с историей нашей страны, ключевого события российской истории и при этом имеющего географическую составляющую. В этом году было выбрано ледовое побоище 1242 года. Прямо вы видите на экране. Есть описание из жития Александра Невского, связанное с наличием льда и комплексом других моментов, которые нужны были нам для выполнения задания. Указание летописи, что озеро Чудское называлось, Чудским и так далее. Дальше это нам пригодится. Какие конкретные задания нужно было использовать? Обращаем внимание, что указана максимальная длина острова Городец, равная 3 километрам. Это тоже для одного из заданий понадобится. Нужно было определить, почему точное место сражения сложно определить, почему под тяжело вооруженными рыцарями лед озера действительно мог проламываться, какое расстояние прошли лимонские рыцари по льду до начала сражения. Зная длину острова Городец, это можно было определить с помощью линейки. Каким образом легендарный вороний камень, то есть крупный валун, мог оказаться на равнинной территории. Ну а также нужно было выполнить аналитическую задачу, связанную с тем, что у нас можно было привести разные аргументы в пользу того, почему сражения относятся либо к Чудскому озеру, либо к теплому озеру. До сих пор этот вопрос дискуссионный, в разных источниках он раскрывается по-разному. И так как у нас в ЕГЭ и в других контрольных материалах появились задания, связанные с анализом аргументов, которые подтверждают пеленные точки зрения, причем мы должны привести аргументы как в пользу одного, так и в пользу другого, как в пользу одной, так и в другой позиции. Подобные задания мы, конечно, включили в Олимпиаду, потому что мы должны уметь с ними работать. Что предполагал правильный ответ на данный вопрос? Во-первых, ледовое побоище произошло на покрытой льдом территории, соответственно, после таяния льда все артефакты, все, что связано с этим событием, оказалось на дне озера. Плюс ко всему конфигурация берегов озера меняется, и точное место происхождения события, связанные с льдовым побоищем, поделить очень сложно. Экспедиции проводятся много. В этом году была экспедиция географического общества на данной территории, и очень много вопросов остается нераскрытыми до сих пор. Соответственно, все, что связано с льдом, его таянием, с тем, что на льду произошло событие, а на карте-то мы видим, что это озеро, все это засчитывалось максимальным баллом, равным двум. Во втором элементе указано, что сражение прошло 5 апреля, это указано на карте. Соответственно, это весна, лед в это время хрупкий, и тяжелобудженных рыцарей, конечно, он не выдерживал. За любые формулировки, не содержащие географических ошибок, мы получали до 2 баллов. Расстояние, которое прошли рыцари, равно 5 километрам, определялось на карте в диапазоне от 4 до 6 километров. Разумеется, допускались другие формулировки ответов, не содержащие географических ошибок. Диапазон очень большой, то есть, в принципе, любое значение в этом, значение от 4 до 6 тысяч метров допускалось. Вороний камень – это, очевидно, все-таки результат воздействия ледника. Ледник принес крупные валуны с территории Скандинавского полуострова, Кольского полуострова, может быть, с побережья Ледовитого океана, Баренцевого моря. Разные есть направления. В любом случае, либо это были айсберги, либо это был ледник, либо это были какие-то пектонические подвижки. Любой ответ, который не содержит географических ошибок, засчитывался. Но основной концепцией, которая прописана во всех учебниках у нас, это то, что крупные валуны в России и Центральной России принесены к нам ледником. Соответственно, за это мы получали до 2 баллов. Точки зрения, которые связаны с местом локализации ледового побоища. В пользу того, что оно произошло на Чудском озере, указывается на то, что об этом четко сказано в источниках, в том числе в ЖТЕ, текст которого был приведен. Ну а также идея о том, что Чудское озеро образует обширную водную систему, соответственно, с большим качеством отрогов, что характерно для ледниковых озер. И, соответственно, название Чудское озеро могло использоваться как обобщенное название, без привязки к конкретным местам. И такое общее название всех этих водных экваторий. Ну и, соответственно, мы это засчитывали как правильный ответ. В пользу того, что теплое озеро, место локализации ледового побоища, говорит о том, что, в общем-то, границы между озерами при той конфигурации, которые в данном случае имеются, определяются по крайним точкам с точки зрения геометрии и картографии. И, соответственно, по мысам, по крайним точкам, мы определяем, что на карте это подписано, место события – это именно акватория теплого озера. А также границы между водоемами проводятся по падающим рекам и характеру островов, что уж совсем четко указывает, например, тот же остров Городец в вытянутой форме, другие острова, о том, что граница проходит к северу между озерами, относительно того места, которое мы с вами рассматриваем. Соответственно, по одному баллу за каждый элемент, тут их больше указано, могли быть другие причины, но не больше двух баллов. Но в любом случае мы видим, что аргументы есть как пользу той, так и другой точек зрения. Это действительно важная географическая задача. Надо уметь их решать. Третье задание было посвящено анализу климатограммы. Была определена климатограмма полувозрастной пирамиды, разумеется. Климатограмму только что видели на картинке. Третье задание посвящено полувозрастной пирамиде. Тоже одна из географических моделей, с которыми нужно уметь работать, особенно в девятом классе, потому что в Ивановской области проявляются те закономерности, которые для всей России характерны, что вполне естественно. Описание полувозрастной пирамиды у нас здесь приведено. По вертикальной оси откладывается возраст людей. По горизонтальной у нас количество людей в каждой возрастной группе. Цветами показаны различные возрастные характеристики пенсионные, связанные с разными возрастными особенностями людей. При этом вопросы у нас были связаны с тем, мужчины или женщины преобладают структурой населения Ивановской области, мы не должны путать мужскую и женскую части пирамид. Нужно было объяснить, с чем это связано, то есть почему именно женское население явно преобладает в нашем регионе. Второй вопрос. Нужно объяснить, почему Ивановской области в ближайшие 30 лет, при сохранении тех же демографических тенденций, то есть рождаемости, смертности, приростной миграции и так далее, прогнозируется уменьшение рождаемости, увеличение смертности и естественной убыли населения. Нужно было указать причины уменьшения рождаемости, увеличение смертности и причины естественной убыли населения. Ответы должны быть здесь записаны. Сейчас посмотрим наши примерные формулировки. И третье задание аналитическое. По вашему мнению, какие направления демографической политики по повышению численности населения наиболее эффективны в условиях нашего региона? Понятно, что задание предполагает определенные дискуссии, но при этом есть общие демографические закономерности, которые мы должны помнить. В частности, видно по повышенной пирамиде, что преобладают у нас женщины в регионе. Это связано с разными причинами. Тут допускались различные факторы, главное, чтобы ошибок не было. Но в первую очередь, это, конечно, тяжелый характер труда мужчин, экстремальный характер их труда, связанный с риском для жизни и здоровья очень часто, распространение бредных привычек и другими причинами, которые сокращают продолжительность жизни. Ну, в общем-то, причин много. Посмотрим, что вы указывали, но за любой элемент ответа сразу два балла вы получали. То есть здесь достаточно либеральные критерии оценивания. Второй вопрос. Причина уменьшения рождаемости – это то, что ежегодное число рожденных будет уменьшаться, так как наблюдается у нас депопуляция в нижней части пирамиды. Это видно. Два балла за этот элемент. Причина увеличения смертности заключается в том, что смертность будет возрастать. Из-за увеличения сдвигаем полугодную пирамиду вверх. И понятно, что вот эта основная часть пирамиды в возрасте 50-55 лет через какое-то время придет совсем старший возраст. И, соответственно, смертность будет увеличиваться по естественным причинам. То есть пирамида оказывается у нас перевернутой. И причина естественной убыли в населении заключается в том, что естественная убыль – это и есть следствие снижения рождаемости и повышения смертности. То есть вы могли либо формулу записать, либо в какой-то формулировке, несказающий смысл верного ответа – это привести. Соответственно, что у нас касается вопроса, связанного с предложениями по нормализации демографической ситуации. Понятно, что можно было указать национальный проект «Демография». И все это в нем прописано. Это было общей формулировкой, которая, разумеется, засчитывалась. Но если более частно подходить к этому вопросу, то мы говорим о стимулировании рождаемости, введении материнского капитала, развитии медицины, социальной рекламе, развитии образования, пропаганде семейных ценностей, профилактике вредных привычек, повышении уровня жизни и так далее. Ключевой момент состоит в том, что трудовая миграция или привлечение мигрантов – это не совсем верный ответ, потому что это попытка решить проблему, связанную с демографической ситуацией, не демографическими, по большому счету, административными механизмами. А мы здесь говорим именно о естественных процессах для местной популяции, для местного населения. Поэтому трудовая миграция, конечно, ответ верный, но в данном конкретном контексте, наверное, не совсем рациональный. Поэтому оценивался в один балл, а не в два. Все остальное предполагало оценку в два балла. Четвертая задача была связана с распознаванием образов. У нас были показаны четыре иллюстрации и краткие описания этих природных объектов, которые входят в список наследия ЮНЕСКО. На первом рисунке у нас был показан вулкан, вулканы Камчатки, соответственно, объект, который находится в списке наследия ЮНЕСКО. Можно было конкретный вулкан указать, включить такая сопка, например, и так далее. В любом случае, это Камчатский край. Нужно было и регион указать, в котором расположен данный объект. Под буквой Б у нас скрывается Куршская коса, объект наследия ЮНЕСКО в Калининградской области. Под буквой В – Ленские столбы в Республике Якутия. И под буквой Г – Церковь Вознесения Господня в Колуменском. Одна из первых церквей шатрового стиля, объект наследия ЮНЕСКО. характерно определяется по особенностям архитектуры и вмещающего ландшафта. Находится на территории города Москвы. Субъект федерации – это город Москва. Соответственно, правильный ответ на данное задание показываю у нас сейчас на экране. Два балла за название объекта, за указание региона. будет целых 0,5 баллов в совокупности 10 баллов за все это задание. Пятая задача связана с анализом карты. Это так называемый практический тур нашей Олимпиады. 30 баллов максимально можно было получить за выполнение этого задания. Была приведена топографическая карта в окрестях Иллинского и Хованского. И указаны две иллюстрации, воссодирающие ландшафтные фотографии данной местности. На фотографиях мы видим, что территория, как правило, характеризуется отсутствием лесов. Древесной растительности очень мало. Там кустарники и небольшие перелески только встречаются. В основном она представляет собой так называемый Аполья. И при этом большую часть является сельскохозяйственно обработанной. Видны обработанные сельскохозяйственные поля. Соответственно, нам нужно было определить, понятно, что это не Аполья, а близкие к Апольям территории. Это не Гаврил Пасадский, а все-таки Иллинский. Районы специально-то было выбрано, чтобы не совсем очевидно были некоторые элементы данного задания. Ну и нам нужно было определить масштаб карты, точку с наибольшей высотой, скорость движения воды в реке Ухтома, тип леса определить и так далее. Масштаб карты определялся по, так как сказано, потому что сказано в условии задачи, что расстояние от точки А до точки Б на карте равно 2 сантиметрам. Если мы посмотрим на фрагмент карты, то увидим, что у нас сверху есть элемент координатной сетки, где указаны цифры 48 и 50. Помним, что это расстояние в километрах от условного меридиана данной зоны. И, соответственно, если у нас расстояние 48 и 50, это 2 километра, а на карте это расстояние соответственно 2 сантиметрам, что сказано в условии задачи, в 2 километрах 2 сантиметра, ну и, соответственно, в 1 сантиметре 1 километр, или 1 стотысячная масштаб данной карты. Скорость движения воды в реке Ухтома 0,3 метра в секунду определяется по условному знаку. Максимальная высота 158,8 метра определяется по отметке высот. Тип леса определяется по условному знаку на востоке карты. Сосна-береза, сосново-березовый лес, смешанный лес. Высота деревьев 24 метра, 26 сантиметров толщина, 3 метра расстояние между деревьев. Условный знак, связанный с типом растительности, надо уметь читать. Профиль рельефа местности надо было построить по линии XY. У нас указана высота около 140 метров чуть выше. Высота уреза воды у нас дана 113 метров, чуть ниже, очевидно, но неважно в этом диапазоне. И на профиле вам нужно было показать, что рельеф постепенно снижается. У нас не ЕГЭ, поэтому высокой точности построения профиля по каждой изолинии здесь от вас не требовалось. Общий характер рельефа мы должны были с вами продемонстрировать. А в последнем задании под буквой Е мы должны были ответить на вопрос, почему на территории около Ильинского и Хованского сохранилось мало лесов, а большая часть территории распахана. Правильный ответ на данный вопрос выглядел следующим образом. У нас с вами на данной территории характерна высокая степень хозяйственного освоения, длительная вырубка лесов, распашка плодородных почв. И другие формулировки на ответы допускались. Главное, чтобы мы указали на то, что данный тип местности связан с воздействием человека, который на протяжении многих веков обрабатывал почвы на данной местности, распахивал их. И, соответственно, на изначально лесных землях среди лесной зоны были образованы вот эти вот крупные массивы сельскохозяйственных районов, которые послужили основой для формирования российской государственности. Соответственно, древние центры Владимира, Судотеля, Александрова, Юрьев, Польского, Москвы в какой-то степени были связаны именно с древними Аполиями, Владимира, Судольская, Русь. Изначально один из центров развития нашего государства. Все остальные элементы мы с вами разобрали. Размаговку вы видите сейчас на экране. Также в данном задании нам нужно было определить параметры, которые определяются теми длинными географическими приборами. В частности, компасом, барометром, навигатором, курвиметром, вулеткой и дальномером. Здесь вопрос у нас мог вызывать курвиметр, прибор для измерения длины и зверистых линий входит в набор учебного оборудования. Уметь им пользоваться мы должны. А также рулетка для определения размеров небольших объектов и дальномер связан с расстоянием до удаленных объектов. Ну и, соответственно, по 2 балла за каждый элемент верного ответа можно было получить, но не больше 10 баллов в совокупности за всю таблицу. А за все пятое задание мы получали до 30 баллов. Размаговку видите. Можете соотнести ее со своим ответом. Задание тестового тура для 9 класса. Показано сейчас на экране, не будем подробно их разбирать. Становимся только на ключевых элементах. Правильный ответ выделен желтым фоном. Размаговку посмотрим чуть позже. В первом задании нужно было преобразовать свой масштаб в именованный. Соответственно, цифры или буквенные словесные описания используемы в этом случае. Масштаб в 1 см 1 км. В общем-то, это соответствует заданию по карте. Соответственно, тут путанисты у нас особо быть не должно. Спрашивается во втором задании, на сколько градусов долготы Земля совершает оборот за 3 часа, за 1 час на 15 градусов, за 3 на 45 градусов. За сутки 24 часа на 360 градусов совершает Земля оборот вокруг оси. Ну и дальше расчеты можно было провести. Третье задание в виде исключения оценивалось по двум критериям. Во-первых, спрашивалось, в какой картографической проекции соответствует данный рисунок. Ну, конечно, это классическая азимутальная проекция, поэтому правильный вариант под буквой В. Но при этом, так как часть этого рисунка могла восприниматься как часть круга, соответственно, конической, вернее, азимутальной проекции, мы засчитывали оба варианта ответа и Б, и В. Хотя на рисунке, конечно, показана коническая проекция, правильный ответ обозначен буквой В. Но оба варианта засчитывались по одному баллу и получали и за В, в пользу школьников, в пользу участников Олимпиады. Четвертый вопрос. Нужно было назвать европейского путешественника, который первым доказательно переплыл в Атлантический океан или открыл Америку. Это уж совсем простая формулировка, но Колумб изначально у нас Куба, да, обследовал. Поэтому Кристофор Колумб правильный вариант ответа. В пятом вопросе нужно было определить горную породу, которая является осадочной по генезису. Это известняк, гранит, магматический, мрамор, метаморфический, базальт, магматическая горная порода. В шестом задании нужно было определить тип облаков. У нас речь идет о перистых облаках, обозначенных буквой А. Вот они у нас сверху, верной части профиля, определялось это по высоте облаков и по общему характеру их формы. В седьмом задании нужно было определить реку, которая вытекает из озера Байкал, это река Ангара. Восьмое задание. Какой тип почвы обладает наибольшим естественным плодородием? Это черноземная почва, самая плодородная в мире. Девятый вопрос. В каком геологическом периоде произошло вымирание динозавров, падение астероида или последний период Методородской эры. В любом случае, это меловой период. Подсказок достаточно много, можно было это определить. В десятом задании речь идет о новой купюре Центрального банка России, на которой изображен вот этот памятник. Памятник тоже относительно новый, но при этом очень важный для формирования патриотизма и формирования образов, связанных с историей, географией нашей страны. Речь идет о Ржевском мемориале, город Ржев, Тверской области. Определялось это и по изображению памятника, сделанному с необычного ракурса, но примерно мы должны себе это представлять, по журавлям, которые являются символом этого памятника, в том числе по фрагменту географической карты, на котором показана локализация и так далее. Подсказок здесь много. Тверская область, город Ржев. Нумизматика это одна из географических наук. Одинственный вопрос. Как называется географическая наука, изучающая географические названия. Наука о географических названиях это топонимика, вариант под буквой А. Глецология изучает ледники, лимнология озера, геморфология рельеф. Двенадцатое задание было связано с определением линий, которые используются на географических картах. Нас спрашивают про линии с одинаковым значением атмосферного давления. Давление барос это тяжесть в переводе с латыни. Да, соответственно, об изобарах идет речь. Изотерма это линии, соединяющие точки с одинаковыми температурой, изобаты с одинаковыми глубинами водных объектов, изогипсы с одинаковыми высотами. Тринадцатый вопрос связан с установлением соответствия между территорией, субъектом России, природной зоной и почвами, которые на ней развиваются. Ошибок достаточно много, правильный вариант под буквой В. Южный Урал, Оренбургская область, степи, черноземы. Азиатские черноземы, да, по них речь идет здесь. В четырнадцатом вопросе речь идет о самой черноземе на юге России, да, понятно, Оренбургская область, Южный Урал, продолжается в Зятскую часть страны, сложный вопрос, не надо было путать с Красноярским краем, понятно. В четырнадцатом вопросе нужно было определить самую высокую точку континентальной территории России, самая восточная точка континентальной России, это мы с Дежнёва, есть еще морская, здесь именно про континентальную идет речь. В пятнадцатом вопросе речь идет у нас об историческом разделении славян в Восточной и Восточной Европейской равнине и о том, какой ветви славянских народов не выделяется. Южный, восточный, западный славяне выделяются, северных, разумеется, не было, потому что там другие народы жили в Сканиньгамском полуострове, не славянской, не славянской, не славянского этноса, скажем так. В шестнадцатом вопросе говорится про международное соглашение, которое заключено для сокращения выброса парниковых газов в атмосферу, речь идет о Киотском протоколе под буквой А. Все остальное либо с историей связано, либо с А. Мандрявский протокол тоже связан с атмосферным воздухом, но при этом он регулирует выбросы веществ, разрушающих озоновый слой. Соответственно, к глобальным потеплением это связано очень условно. Правильный вариант только под буквой А. Семнадцатый вопрос связан с определением географического термина. Речь идет в данной формировке о переписи населения, которая является основным источником информации о численности населения и других параметрах в стране и на любой территории. Восемнадцатое задание связано с определением Российской Республики, в которой большая часть населения исповедует мусульманство, это Дагестан. Остальные варианты не подходят. Девятнадцатый вопрос связан с решением расчетной задачи. Речь идет у нас о воздухе, который содержит 13 грамм водяного пара и является насыщенным, то есть имеет относительную влажность, равную 100%. При этом, если у нас влажность этого воздуха будет равна 50%, то при этом содержание водяного пара будет в два раза меньше. Соответственно, мы должны 13 разделить на 2 и получим 6,5 грамм водяного пара. Все остальные варианты не подходили. Дальше нам нужно в 20-м вопросе указать город. Административный центр субъекта федерации положено в Приворском федеральном округе, который специализируется на производстве стрелкового оружия. Речь идет о Ижевске, соответственно, главном центре производства стрелкового оружия, в том числе автомата Калашникова, охотничьих оружий, ну и многих других видов оружия. 21 вопрос связан с определением озера. По описанию спрашивают нас про крупнейшее пресноводное озеро в Европе, второе по величине в России, ну и много других факторов, Балтийское море, это Ладожское озеро. Два балла мы за это получали. В 22 вопросе речь идет про Индонезию и 4 острова. Ну, островов много, 4 крупных острова, которые вставляют территорию данного государства, они скрыты под буквами А, Б, Ц и Д. А это Суматра, Б, Ява, Ц, Калимантан и Д, Новая Гвинея. По принципу да-нет. Оценивалось это задание, то есть, если все 4 острова поделили, они известны, 2 балла мы получали. Если хотя бы в одном ошибка, то, скорее всего, будет 0 баллов. Ну, задание такое, в этом смысле, эпоха и переоценивание. В 23-м задании речь идет о решении задачи с понижением температуры воздуха с высотой. Нам дано, что высота горы 4800 метров, гора находится рядом с океаном, то есть, абсолютная высота ее подножья равна 0 метров и на уровне океана у подножия горы температура воздуха составляет плюс 20 градусов по Цельсию. Мы должны помнить, что при подъеме вверх в хорпосфере температура воздуха понижается на 10 градусов на каждый километр или на 1 градус на 100 метров. Это прописано в учебнике в школьном географии. Надо помнить, если воздух сухой, если воздух насыщенный водяным паром, влажный, то градиент другой около 6 градусов на километр. Расчет можно вывести и по тому, и по другому градиентам. Соответственно, если на 1 километр температура понижается на 10 градусов, а у нас высота 4800 метров, мы умножаем 4,8 на 10, получаем 48 градусов. Значит, на вершине горы температура будет на 48 градусов меньше, чем у подножья. Соответственно, если у подножья плюс 20, минус 48, минус 28 градусов у нас получается. Если мы расчет ведем по влажному диабетическому градиенту, то это будет минус 8,8 градусов Цельсия. Допускались любые, любая из этих формировок, и, соответственно, 2 балла мы могли получить за выполнение данного задания. В 24-м вопросе речь идет о одном из стихотворений Ивановского по происхождению поэта Константина Дмитриевича Бальмонта, поэта Серебряного века. И мы видим с вами фрагмент этого стихотворения, где очень много географической информации. Указывается Каир, указывается Рим, Дамаск, Багдад, Мекка, как столица исламского мира. То есть понятно, что крупнейшие города каких-то территорий здесь у нас в литературной форме представлены. Указывается Париж в последнем абзаце, и по созвучию, по рифме, и по вот этим географическим признакам мы должны были определить, что слова рифмуются словом Москва. Париж, Москва, столица. Имелись в виду, мы не должны бы путаться в том, что это Ивановский по происхождению, Владимирский губернии поэт, и не искать здесь какого-то двойного смысла. задание проверяло межпринимательные связи, умение анализировать текст, литературный, выраженный в поэтической форме, поэтому правильный ответ Москва, одна формулировка здесь допускалась. 25-е последнее задание было связано с анализом того, сколько равноправных субъектов входит состав Российской Федерации. Постойно на 5 октября 2022 года. В последнее время у нас произошло много событий, связанных с изменением административного устройства нашей страны, поэтому все эти моменты мы, конечно, должны были себе представлять. 89 субъектов Федерации на данный момент рассчитывается в составе России. Посмотрим правильный ответ на тестовый тур нашей Олимпиады. Вот так выглядит разбаловка дополнения заданий. Задание с 1 по 20 оценивается в 1 балл. Можете спокойно соотнести то, что мы показали с правильными ответами. Во второй части тестового тура у нас задания развернуты. Ладожское озеро 2 балла, определение стробов 2 балла давали. Вот у нас решение задачи, связанные с понижением температуры воздуха с высотой 2 балла за это получали. Москва 2 балла, 89 субъектов Федерации в России сейчас насчитывается тоже за это получали 2 балла. На этом разбор олимпиадных заданий муниципального этапа школьников в Ивановской области для 9 класса мы завершаем. Разобрали все основные вопросы. Типичные затруднения, которые возникают при выполнении заданий. Если будут возникать какие-то затруднения технического плана, что-то будет непонятно, то у нас запланирован разбор заданий, показ в дальнейшем апелляция. В соответствии с датой, которую мы называли, можете уточнить ее в школе. В любом случае рассчитываем, надеемся на то, что участие в данной олимпиаде было вам полезным, вы узнали что-то новое, научились решать географические задачи, и при этом в дальнейшем вы будете участвовать в олимпиадах на региональном уровне, и кто-то из вас достойно будет представлять нашу область на серьезных географических мероприятиях. Спасибо за внимание, до встречи на географических олимпиадах в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok